Андрей Владимирович, я провела такое небольшое исследование, узнавала у людей, что они понимают под успехом. И получила достаточно разные утверждения. Кто-то говорит про успех как про то, что его мотивирует. Кто-то говорит про то, что это путь такого развития постепенного, нет конечной точки, это то, что заставляет его развиваться. Кто-то говорит про то, что успех – это когда был какой-то результат, к которому ты хотел прийти, ты его добился, и вот это успех. Почему настолько полярные вещи и всё это люди называют успехом? Какие есть ленты? Ну, то, что они слышали от других людей, что такое успех. То, что, может быть, родители им говорили, в школе учили, или, может быть, то, что они сами добились чего-то, им сказали, вот ты добился успеха, и они такие, ага, понятно, вот это успех. Вы в обыденной жизни когда сталкивались со словом успех? Ну, вот, своей собственной. Мне, кстати, ну, про меня никто не говорил, что про успех. Говорили, ну, наверное, только в соцсетях. Ну, как бы, что вот, чтобы быть успешным, надо то-то. Всегда подозрительно, когда человек, на самом деле, сам с собой никогда про это не говорит, если он это где-то не услышал, и после этого пытается найти определение чему-то, ну, понятию, которым он не пользуется. И у нас действительно существует в социально-культурной среде большое количество дискурсов вот таких ложных. Ну, потому что, если я говорю стол, ну, как бы, стол и тесь, да, я пользуюсь, я сел за стол, да, там, ты сидишь за столом, за каким столиком ты будешь сидеть, и так далее. То есть есть события, вещи, предметы и так далее, которые мы называем. Вот, слово успех – это слово, которое возникло в лексиконе, и после этого мы ищем ему определение. То есть мы не ищем определение столу, ну, как бы, ни у кого нет вопросов, да, когда мы говорим, там, он потерял деньги. Ну, как бы, есть приятное событие. Были деньги, потерялись деньги. Там, он получил повышение. Получил повышение? Получил. Есть реальность, да, и есть слово, которое его обозначает. Дискурсы, которые обозначаются словами, которые совершенно никаким образом не привязаны, да, вот, к обозначению того, что происходит в моей жизни, они все фиктивные. И, к сожалению, мы живем в море, вот буквально в океане вот этих фиктивных дискурсов. И успех – это просто наглядная демонстрация, особенно с учетом того, сколько существует мотиваторов, всяких разных, как бы сказать, инфобизнесовых инструментов для того, чтобы человека под, как бы сказать, на эту морковку подвесить. Да, и возникает история, при которой человек вынужден наполнять пустое слово, которое ничего не значит в реальности, он начинает его наполнять каким-то своим собственным содержанием. Это неизбежно приводит к нас к ощущению разочарования и так далее. Если мы говорим про то, что человек хочет получать удовольствие, например, от работы, от деятельности и так далее, это понятные вещи. Ну, то есть можно себе представить человека, который получает удовольствие, что ему что-то нравится, ему что-то не нравится. Если мы говорим про человека, который хочет меньше беспокоиться, например, вот есть его шаги для того, чтобы меньше беспокоиться, тоже все понятно. Если он хочет достичь какого-то результата, важным является результат. Да, но тогда, как бы, понятно, я хочу там построить карьеру, значит, чтобы... Ну, карьера строится зачем? Определенный доход, да, определенное социальное окружение, определенный социальный статус. Ну, говорите вы об этом. И честный был бы мотиватор, который бы сказал, вы хотите строить карьеру. Очень хорошо, давайте разберемся, что нужно для того, чтобы построить карьеру. Ясно и понятно, ну, там есть инструкции буквально к этому делу. Если я хочу чувствовать больше удовольствия в жизни, ну, как бы, это совсем другие практики, понимаете, надо йогой заниматься, медитировать и так далее, и так далее. Вот, и сразу появляются рецепты направления действий. Когда люди пользуются пустыми словами, они сами себя морочат, потому что они начинают идентифицировать вот эту свою конкретную потребность с достижением счастья. Потому что успех воспринимается на таком подсознательном уровне, это что-то из области счастья. Счастье проблематичная категория. Успех, который является производным от этого счастья. Потому что люди про успех, они себе представляют, что что-то происходит, после чего они могут сказать, что успех. Но где сделать эту отсечку, если ты не поставил себе конкретную цель? Если ты поставил себе конкретную цель, ты добиваешься конкретной цели. Ты можешь, например, добиться цели, стать популярным, чтобы тебя все узнавали и так далее, но при этом это сопряжено с огромным количеством всяких разных трудностей, сложностей и так далее. И человек про это не думает. Если бы он говорил, я хочу стать популярным, дальше он бы мог посмотреть, что такое быть популярным. Сколько нужно работать, сколько нужно из себя изображать, сколько нужно, я не знаю, с каким количеством людей договариваться и прочее, и прочее. И он бы понял, что там счастье-то не грезится. Ну, то есть его нету в этом деле. Но мы, поскольку сами ничего не понимаем, не пощупали, не понимаем, и в результате мы наполняем слово «успех» таким ложным содержанием. Люди хотят удовлетворения конкретных потребностей. И нужно для себя четко определять, что это за конкретные потребности. Я хочу успеха, но не знаю, чего хочу. Это же большинство сейчас, потому что все заражены этой идеей успеха. Она такая, как бы, нарисовалась в интеллектуальном пространстве. И есть вот эта такая сказочная планета успеха. При этом человек совершенно не прислушивается к тому, что ему на самом деле нужно. И в результате разочаровывается. Продолжение следует...